Здравствуйте, уважаемые подписчики! Продолжаем нашу работу с забором. В прошлых роликах я уже показывал, мы установили столбы. Сегодня вот работаем с сеткой. Взяли много рулонов, потому что территория большая. И действительно, вот фактически целый день у нас ушел на то, чтобы аккуратненько вот все это подготовить. То есть, соединяем несколько концов вместе, вкручивая сетку, прогибаем нижние концы, проверяем, чтобы верхние все совпадало. Ну и, конечно же, как всегда, если это какой-либо поставщик магазин, у нас получилось так, что несколько рулонов от одного производителя и один рулон, конечно же, от другого производителя немножко. Вот получился в одном месте дефект, пришлось его там обыгрывать. Вот он здесь получился. Ну ничего, это было внизу, а наверху все хорошо, все нормально. Прикопается, где-то вот травой зарастет, поэтому вообще ничего не видно будет. Немножко отличается даже по ячейке, по ребру, по изогнутости, потому что немножко другой производитель. Вот такой вот дефект получился. Ну, в целом, в целом, что хочу сказать. Если хотите потратить огромное количество времени и нервы у вас железные, делайте забор из сетки. Потому что, ну действительно, вот очень много приходится поправлять, исправлять, выравнивать, потому что эта сетка постоянно куда-то убегает, где-то вот она плохо фиксирована, где-то плохо загнутая. И если транспортировка тоже плохая, она еще гнется дополнительно. Плюс, если концы рулона плохо завернуты, для транспортировки не годятся, они еще между собой перепутаются. В общем, работы очень много. Очень много. Мы эту работу вот фактически уже под 80... Ну, нет, не 80%, а 70-60, наверное, уже выполнили. Сейчас начнем этот кусок так немножко крепить к столбу, а потом уже будем провязывать и нормально крепить. Вначале на старте начали рулон поднимать и стоя, но отказались от этой идеи, потому что это довольно-таки неудобно. Вот, лежа все-таки собирать, соединять рулоны между собой гораздо удобнее. Вот, поэтому этот вот конец мы сейчас сюда соединим. И дальше он уже пойдет цельный, потому что мы уже его подготовили. По фиксации фиксирую вот на три такие вот проволоки. Плюс у меня вверху по горизонту пойдет проволока такая вот, которая будет препятствовать этому верхнему провисанию. И в целом вот оно получится у нас. Вот такой вот заборчик. Думал поначалу купить проволоку в оболочке. Стоит она гораздо дороже. В принципе, я так посмотрел, посчитал. Не стоит она этого. Вот сосед мой лет 10 назад поставил такую же сетку. Даже у него она тоньше стоит лет 10 и, наверное, еще столько же простоит. Вот, в принципе, вот такой фиксации достаточно. Плюс у нас еще по горизонту пойдет проволока и будет все вообще красиво и хорошо. Фиксировать проволоку буду еще с такой растяжкой, которая вот закручивается для того, чтобы она действительно была натянута. Вот поэтому такой небольшой перерывчик. Сейчас пойдем подкрепимся и начнем уже вязать проволоку к столбам. Вот, поэтому чего-то такого интересного нету в этом месяце. Все в основном такая монотонная работа, поэтому не так часто снимаю ролики, не так часто показываю. Потому что особо показывать-то нечего. Одно и то же снимать каждый день как-то тоже вот огромного желания нету. Хочется чего-то новое показывать. Вот, поэтому огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо. Встретимся в следующем ролике. Всем пока.